Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Сегодня обзор трендов. Мы посмотрим на красивую модную одежду и мы посмотрим на то, как ее можно красиво сочетать. Я начинаю с витрин Louis Vuitton. Традиционно витрины именно этой марки, а также марки Hermès, самые дорогие по оформлению. Если честно, посмотрела я на эти витрины, они вызвали у меня не столько эстетический восторг, сколько очень много вопросов к тому, как сейчас тратятся деньги. Безусловно, не мне считать чужие деньги, но именно эти витрины традиционно очень красивые по оформлению. Сейчас у меня вызывают очень много вопросов и недоумения. Твидовых жакетов так много, что я бы уже сказала, поздно их покупать, если вы еще не обзавелись подобным элементом гардероба. Достаточно неоднозначный вариант жакета, именно твидовый, потому что, на мой взгляд, красиво его носить, носить таким образом, чтобы он не прибавлял излишнего статуса. Можно только с денимом, возможно, с белыми брюками. И при том, что эти жакеты кажутся универсальными, мне кажется, способ их использования и сочетание достаточно ограничен. Фронтальные карманы, накладные либо прорезные, отличают очень многие модели джинсов, как правило, достаточно узких. Также подобный элемент появился и на брюках, тоже затея, которая, на мой взгляд, не украсит большинство женщин, потому как накладные карманы на фронтальной части брюк либо джинсов все-таки прибавляют излишний объем. А вот то, что мне нравится, это пояса цепочки. Они очень красиво провисают и создают как будто бы эффект большей тонкости фигуры. Подобные цепочки появились абсолютно везде. Я нашла неплохие варианты и даже не те, которые показываю вам сейчас, а в прошлом своем обзоре, мне удалось в Заре показать действительно неплохие варианты такого элемента женского гардероба, который к тому же очень женственный. Но, повторюсь, вот именно такое характерное провисание очень стройнит, в особенности, если конец цепочки очень длинный, она как будто бы отсекает часть фигуры, убирая часть объема. Мне, кстати, очень нравится решение, которое предложила Марка Патриция Пепе носить подобный поясок-цепочку с классическими брюками мужского типа. Марка Твинцет предлагает нам очень модное в этом сезоне сочетание деним плюс деним. И этот тренд мне лично очень нравится, он мне подошел. Я вообще всегда была за сочетание деним плюс деним. И очень рада, что в этом сезоне многие витринисты нам показывают, как можно красиво сочетать джинсовые элементы одежды между собой. Обувь цвета металлик, золотой либо серебряный, это тоже тренд этого сезона. На самом деле, также, я думаю, достаточно мимолетные, быстротечные. Но подобная обувь очень эффектно смотрится именно летом. Летом много солнечных дней, подобная обувь сверкает и переливается. И любой металлик, абсолютно любого цвета, даже цветные варианты подобного финиша всегда очень красиво смотрятся с загаром, легким, либо достаточно интенсивным. В большом количестве появились именно брючные костюмы пастельных оттенков. Я также об этом уже говорила и также советовала не делать ставку на такой вариант, а все-таки выбирать брючный костюм яркого цвета. Кстати, брюки яркого цвета потом, если носить отдельно подобный костюм, сочетаются гораздо проще и красивее и легче с другими вещами. Очень много брюк с накладными карманами. Я бы даже не назвала их каргу, потому что это некий микс между каргу, классическими брюками, брюками гарем, которые также очень популярны и красиво смотрятся на женской фигуре. Отличительной особенностью такой брюк является то, что они выполнены из ткани с атласным блеском. И подобные брюки представили очень многие марки. Сейчас перед нами витрины марки Пинко, и до этого мы уже видели подобные брюки, например, у Фенди. Марка Пинко также нам предлагает состаренный пастельный розовый цвет. Кстати, платье комбинации очень популярны. Обратите внимание на зону декольте. Современные платья комбинации имеют, как правило, именно такую зону декольте, как будто бы есть лишняя ткань. Марка Пинко также предложила вещи, которые появились уже в прошлом зимнем сезоне. Это вещи из тюля, это драпированные платья, драпированные юбки. Это также футболки с длинным рукавом, выполненные из тюля, как правило, с каким-то рисунком, достаточно абстрактным. И подобными вещами сейчас переполнен весь масс-маркет. Очень мне нравится формула джинсы плюс босоножки плюс пиджак. Чаще всего в качестве пиджака выбирается вариант белого цвета, но витринисты марки Пинко предложили нам, опять же, пастельный вариант. Тоже очень красиво. Здесь важно добиваться больше контрастности между денимом, в данном случае он должен быть темнее, и цветом пиджака, если он пастельного цвета. Очень мне понравился образ тоже. Посмотрите, какая интересная формула тренч. Белые джинсы и босоножки. Очень красиво, очень непрактично, потому что, ну, действительно, ногам будет не просто неудобно, а, наверное, даже холодно. Но если погода позволяет, подобная формула заслуживает того, чтобы хотя бы один раз за сезон ее примерить, испробовать и, возможно, куда-то в таком варианте выйти. Кстати, формула мне очень понравилась. У многих из нас есть тренч неактуальной длины, то есть не макси длина. И вот таким образом можно превратить эту не совсем трендовую вещь, действительно, в трендовый образ при помощи такой формулы. Показываю вам вещи, которые выглядят, на мой взгляд, достаточно старомодно. Перед нами витрины марки Луиза Спаньоли. Но при этом нельзя отрицать, что классика безупречна. Классика – это лучший выбор, если женщина просто хочет выглядеть красиво. И, возможно, на манекенах эти вещи смотрятся действительно не трендово. Но при этом на любой реальной женщине, вне зависимости от возраста, это та одежда, которая будет украшать. Это та одежда, которая будет смотреться очень красиво. Не бойтесь классики, не знаете, что надеть, не знаете, как сочетать. Выбирайте классический силуэт, классического кроя вещи. Это беспроигрышный вариант. Немного скучно, но всегда беспроигрышно. Твидовые жакеты а-ля Шанель. Я уже рассказывала, в Италии они именно так называются. Джакетина Шанель. При этом к Шанели и к марке Шанель никакого отношения конкретное изделие может не иметь. Кстати, посмотрите, Луиза Спаньоли также предложила пояса цепочки. Эти пояса цепочки можно было увидеть уже и в прошлом году как раз-таки на витринах этой марки. Вообще, эта марка делает ставку на классику и на женственность. Стала эта марка выглядеть не так однозначно антитрендово, как раньше. Так вот, эти жакеты Шанель а-ля Шанель вызывают у меня, повторюсь, неоднозначную реакцию. Их очень много, их настолько много, что я бы, повторюсь, не покупала уже что-то подобное. Плюс, это не настолько универсальная вещь, как иногда нам кажется, как иногда хочется думать. У меня, кстати, есть подобные жакеты. Вы, наверное, ни разу меня в нем не видели. Несколько браслетов на одной руке. Это очень красиво. Марка Луиза Спаньоли продает подобные браслеты с этами. Их, как правило, нельзя купить в разбивку. И действительно, идея носить несколько браслетов на одной руке, мне кажется, очень интересной. Сумки цвета пасмурного неба действительно универсальны по своему цвету. И, наверное, не скажешь об этом, если не попробуешь носить подобную сумку. Возможно, кто-то из моих зрителей узнает эту пару обуви. Она на съемке не выглядит так, как в реальности. Кто-то, возможно, вспомнит туфельки у куклы Барби, которые кажутся слишком объемными. Так вот, эта пара обуви является просто-напросто гротескной версией тренда на дутые элементы и на дутую обувь. Она увеличивает стопу, наверное, в полтора раза. Удивительная обувь. Не думаю, что мы ее заметим на реальных людях. И, повторюсь, на съемке очень сложно передать ее размеры и объемы. Также появился тренд. Он тоже активно присутствует на витринах. Он активно присутствует в масс-маркете. Это тренд, который вряд ли мы будем наблюдать на реальных людях. Это нижнее белье. Возможно, даже комбидрессы. Практически полупрозрачные, которые требуют еще одного слоя нижнего белья в качестве самостоятельного слоя. Это удивительный тренд. С одной стороны, очень женственный, с другой стороны, но действительно непрактично, потому что слишком провокационно. Такую обувь я называю обувь из летних материалов. Это соломка, это веревки, это вот такой натуральный цвет материала. Нашла неплохую пару обуви в Zara. И могу сказать, что подобные аксессуары, клатчи, сумки и также обувь, кстати, это могут быть и ремни, способны даже стандартное черное платье по фигуре. И несколько даже офисный вариант превратить действительно в весенний. И если уж не в летний, черное платье, допустим, из тонкой шерсти летом не поносишь. Но вот весенний вариант наряда, такие аксессуары превращают стандартные вещи, совершенно не ассоциирующиеся с летом, очень легко. Попробуйте приобрести себе соломенную сумку. Вы увидите, что любой брючный костюм звучит по-летнему, но при этом по-городскому уместно. С такими аксессуарами из натуральных материалов. Марка Salvatore Ferragamo меня заинтересовала. Я не в первый раз вижу абсолютно другой дизайн, как обуви, так и сумок. По всей видимости, сменился дизайнер. Мне нужно поинтересоваться этим чуть больше. Эта марка стала, безусловно, выглядеть несколько более трендово и актуально. Не так классически, не так однозначно. Однозначно. И то, что они делают сейчас, мне нравится. Перед нами вещи дорогих брендов. Это дорогие вещи. И я всегда очень трепетно отношусь, как потребитель, в том числе, если эти вещи выглядят не на все сто. В прошлом сезоне я показывала вам неровную строчку на тренчах Max Mara. А в этот раз у марки Хлоэ я заметила вот такой дефект на сумке. На самом деле, я рассказывала свое неоднозначное восприятие дорогих марок здесь и сейчас. Это мое субъективное мнение. Но когда я встречаю еще и вот такое, у меня на самом деле дорогие вещи, цены на эти вещи вызывают очень много вопросов. Недавно я была на рынке и показывала вам платье, у которого был очень интересно оформлен подол. Там была резинка. Каково же было мое удивление, когда я увидела подобные вещи на витрине марки Max Mara Weekend. Посмотрите, платье имеет такую же сборку, которую имело платье, которое я показывала вам на рынке. И на самом деле, очень многие юбки, повторюсь, платья оформлены таким образом. Это юбки и платья разной длины. Возможно, это некая дань тренду на юбки-баллоны и также на подол, оформленные как будто бы у юбок-баллонов. И этот тренд является некой адаптацией, безусловно, абсолютно неносибельного в жизни, но очень красивого тренда на юбки-баллоны. Я также рассказывала, что именно рынки очень быстро реагируют цветом, фасонами, принтом на тренды, которые мы уже, возможно, позже увидим в витринах тех или иных магазинов. Могу отметить, что моя любимая Max Mara, а также все линейки этой марки, в том числе Max Mara Weekend, которую мы сейчас видим на экранах, в этом сезоне выглядят не очень современно и актуально, повторюсь, за счет длины, прежде всего, верхней одежды. Вот такая очень красивая сетка изначально была предложена нам маркой Prada. Prada вообще очень любит играть с эффектом вижу-не вижу, с эффектом более короткого подола и более длинной длины основного изделия. Вот эта сетка перекочевала в менее дорогие марки, также в масс-маркете. Недавно я показывала большое количество подобных вещей, можно приобрести действительно за небольшие деньги. Выглядеть они будут очень эффектно. Возможно, такую сетку носить самостоятельно, решится только очень отчаянная, смелая модница с прекрасными формами, с безупречной фигурой. Но мы можем купить подобное платье в масс-маркете и носить с длинным пиджаком. Современные пиджаки очень длинные, они имеют длину прямо-таки классического мини, то есть по кончике пальцев. И тогда можно за небольшие деньги получить мега-трендовый образ. Как вы видите, перья до сих пор в фаворе. Как вы видите, марка Патриция Пеппе предложила нам также брюки карго, выполненные из ткани с сатиновым блеском. Эта марка предлагает нам уже второй сезон. Также подобные вещи из сетки были и в предыдущем осенне-зимнем сезоне, в осенне-зимней коллекции. И здесь можно найти леггинсы, здесь можно найти юбки, топы в более лучшем исполнении, чем в масс-маркете. Цена выше, чем в масс-маркете, но и качество исполнения вещей также несколько выше. Вот такое сочетание. Не думала, что увижу на витринах, но тем не менее это произошло. Платье летнее и кроссовки. На самом деле в Италии уже так не носят. Мне было удивительно встретить подобное сочетание. Белые брюки, белые джинсы по-прежнему актуальны. По всей видимости, я, наверное, даже и несколько ошиблась. Утверждаю, что они были вытеснены цветными брюками и даже цветным денимом. Действительно, белых брюк очень много. Очень они любимые в Италии. И этот сезон в очередной раз доказывает, что именно эта вещь, наверное, никогда не выйдет из моды. Просто потому, что она всегда будет хорошо раскупаться. Также еще и потому, что белые брюки все-таки быстрее, чем темные брюки. Занашиваются, загрязняются, выстирываются. И, соответственно, модницы обновляют именно эту вещь достаточно часто. Появились отвороты на джинсах, появились отвороты на брюках. И это тоже особенность этого сезона. Помните, я показывала вам джинсы на низкой посадке в Страдивариусе? Зашла и нашла только одну модель. Только, точнее, один размер, абсолютный солд-аут. Но посмотрите, разная фурнитура. Я говорила, что не покупаю даже в дорогом исполнении деним, если фурнитура разного цвета. Страдивариусе я также нашла. Не смогла отказать себе в удовольствии и не показать вам юбку, у которой, посмотрите, как раз-таки, как любит Прада, будет игра длин между подолом и между подкладкой. И подобные юбки именно в макси-варианте будут смотреться в этом сезоне очень трендово. В ближайшее время я сделаю обзор своих находок в разных, совершенно разных магазинах. Ну что ж, эта витрина, на самом деле, должна была стать частью ролика. Я хотела вам показать, как одеваются в провинции. Потому что очень часто меня спрашивают, как одеваются в провинции. Кстати, обратите внимание, снова джинсы с фронтальными карманами. Провинция, на самом деле, не отстает, если говорить о трендовых вещах. Но вот то, что касается силуэта, в провинции действительно все, как я люблю говорить, очень стабильно. Но в итоге я не набрала большого количества витрин именно в провинциальных городах. Потому что все-таки существует у меня некий внутренний эстетический отбор. Я показываю то, что красиво будет смотреться, то, чем можно поделиться. И таких витрин действительно очень мало. Но при этом совершенно точно можно говорить о том, что в провинции одеваются тоже очень красиво. Не всегда вещи выглядят актуально. При этом это вещи, которые из новых коллекций. Очень многие марки как раз-таки специализируются на подобных вещах и классических силуэтах. Не очень трендово выглядящих вещах. И очень часто внутри даже самой марки Пинко, самой марки Патриция Пеппе будет небольшая капсула, которая будет выглядеть, повторюсь, как я люблю говорить, очень и очень стабильно. Будет некое ощущение, что эти все вещи из позапрошлых коллекций. Но это ощущение будет ошибочным. На сегодня это все, мои прекрасные зрители. Это все новинки, все способы сочетать и носить красиво тренды, которые я увидела за недавнее время. С вами на этом прощаюсь. Мы очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok